Организаторы просят пожалеть уличные кольца, не забивать сверху, пусть это эффектно и красиво. Все говорит о растущем уровне подготовки участников. Кроме того, их число увеличилось с 500 в прошлом году до примерно 700 в нынешнем. Многие приезжают уже не в первый раз. Мы большой играем, но решили попробоваться здесь, мы уже приезжали, решили еще раз. Евгений из Челябинской области в Анапу приехал отдыхать с родителями. Говорит, что пока шли на море, увидел, как идет подготовка. И меньше чем за сутки через социальную сеть собрал команду из отдыхающих сверстников. Все друг друга в первый раз увидели, только на площадке, потому проиграли. Но в активе опыт и дополнительные впечатления. Во-первых, другой город ощущается, это на улице стрельбол, уличный. Буквально там, где люди ходят, развлекаются, здесь же играют. Очень интересно. Одна из особенностей уличного баскетбола – его доступность. Одно кольцо вместо двух и любое твердое покрытие. Мероприятие проходило в День физкультурника. Всего в городе вместе с населенными пунктами работали порядка полусотни площадок, где можно было также прийти и поиграть в пляжный футбол, пиволейбол, бадминтон, силовые упражнения, шахматы и дартс. Основной критерий – простота. Чтобы принять участие смог любой желающий. И доступность, чтобы потом опыт можно было повторить уже самостоятельно. Заниматься спортом можно везде и в любое время. Есть простые упражнения, есть различные виды спорта, которые не требуют больших материальных вложений, предположим. Здесь это все доступное, все продается, какие-то изначальные предметы для спорта, а не в магазинах. То есть это можно взять прыгалку, любую гантелью, прийти на спортивную площадку, где есть турник, попрыгать, позаниматься, потянуться – это стимул к хорошему дню и хорошему настроению. Такие грамоты – материальное подтверждение. Их получили все. В первые же часы на турнир по настольному теннису записались около полусотни участников, а на общание и отдыхающие – примерно 50 на 50. Движение – это жизнь. И что, сидеть за рулем, как шахматный конь или дома у телевизора – неинтересно просто. Евгений Сазыкин пришел по объявлению в газете «Всего». По предварительным оценкам, в мероприятиях, которые проходили на полусотни площадках, в Анапе, а также в сельских населенных пунктах, приняли участие более 10 тысяч человек.